Приветствую вас, ну и что можно сказать на ваш вопрос. Ну вообще, пожалуй, начать нужно с того, что вы очень много всего написали, но не задали, собственно говоря, вопрос. То есть заголовок вашего сообщения как бы намекает на то, что будет какой-то вопрос, но вопроса, как и заголовок, я лично не увидел у вас. Итак, у вас есть некоторый ряд непонятных моментов, которые вы пытаетесь как-то нам донести, и они вам, эти моменты, соответственно, непонятные, и вы не можете их как-то, видимо, соотнести в своем тормозе. И тот факт, что какие-то вещи вам, вообще-то говоря, не лисны, какие-то вещи вам непонятны, вы, собственно говоря, и пытаетесь донести до нас. Ну что ж, я попробую прояснить те моменты, которые вы описываете, которые вы пытаетесь прояснить для себя. Во-первых, что касается понятного и непонятного, то здесь момент такой, что у человека всегда так. Всегда есть то, что понятно, и то, что непонятно. Всегда есть какие-то вещи, которые человек сам осознает, осмыслит не в силу. И если вы постараетесь, если вы пытаетесь, если вы хотели бы понимать вообще все, то это как минимум является ошибкой, потому что человек все познать не может. К счастью или не к счастью, но это так. Человек не способен понять все вещи, которые есть, как бы, ну, в мире. Это, к сожалению, факт. И поэтому относитесь совершенно спокойно, что какие-то вещи вам непонятны, не ясны. Дальше. По поводу того, что вы говорите о, значит, что вот у вас есть учительная сфилософия, которая вас несколько сбила своими мыслями. Значит, сфилософия – это наука о бытии. Сфилософия – это наука о, ну, как бы, скажем так, о познании. Это наука о мироздании, о структуре мироздания. И тот факт, что вы после того, как послушали данного человека, начали испытывать определенный дискомфорт, можно говорить о том, что вы сомневаетесь. Вы сомневаетесь в том, что вы знаете, вы сомневаетесь в том, что вы чувствуете, что вы считаете хорошим, считаете плохим и так далее. И в принципе, в целом, это нормально. Нормально для человека сомневаться. И то, что вы ощущаете, а вы ощущаете, по сути, сомнения, это тоже нормально. Другое дело, что эти сомнения, их нужно направлять в положительную руку, в положительный ключ. А именно, как это делать. Сделать это можно следующим способом. Способ достаточно простой. Те сомнения, которые у вас есть, те непонятные для вас моменты, нужно познавать. Нужно делать так, чтобы они стали для вас понятными. И то, что вам не нужно делать, то, что вам категорически не рекомендуется осуществлять, это то, чтобы вы засыпливались на именно проблемах, на именно непонятных вещах. Вам нужно двигаться в сторону познавания этих непонятных вещей, но только в том разрезе, в том контексте, что нужно лично вам. То есть, если лично вас какие-то вещи интересуют, лично вам не хватает чего-то для гармонии, то вот это и нужно познавать. Вот это и нужно изучать. А если вас не интересует что-то, то в случае это не трогать. Просто потому, что излишни знания, лишние знания, лишние знания, они вам только вредят. Далее. Если говорить о том, что вы написали уже более конкретно, например, про то, что верить можно. Если человек верит в себя, то он верит в Бога, а вы Богу не верите. И как это? То понимаете, в чем дело? Человек, в силу того, что он обладает сознанием, обладает силой мысли, с точки зрения хилософии, считается немного богоподобным. Человек, который не равняется на кого бы то ни было, и еще человек, который стремится только к тому, что интересно, что нравится ему. Человек, который пришел к некому единению с высшей идеей, а эта высшая идея является либо творчеством, либо личностью, да, то есть отсутствие какой-либо привязки к социуму. Это и есть то, что в философии называется богоподобным. То есть сама идея в абсолютном своем проявлении, сама идея в абсолютном своем выражении является богоподобной. Идея в связи с силой мысли, интеллект, вот что богоподобно, а не сам человек. Поэтому, когда вы мыслите абсолютными, чистыми, можно сказать, идеями, вы и являетесь в этом ключе богоподобным. Но богоподобным, с какой точки зрения? В теологической точке зрения, с точки зрения религиозной. Если вы человек нерелигиозный сами по себе, то, значит, вам это нужно воспринимать просто иначе. То есть не нужно думать, что людям, даже преподавателям, какие-то вещи, которые они, по их мнению, знают, да, обязательно говорят справедливо, правильно по отношению к вам. Это далеко не так. Этот момент тоже нужно понимать. Мы в процессе обучения встречаемся с разными моментами, с разными аспектами. И эти аспекты, ну, они далеко не всегда подходят нам. Они далеко не всегда полностью, правильно отражают то, что, вообще говоря, происходит с нами. Потому что все это лишь частично, все это лишь отчет. Далее, о чем вы пишете? Далее вы пишете о таких вещах, как компьютерная игра World of Warships. И я скажу вам честно, играл в эту игру, знаю, что это такое, знаю, что это за игра. Много времени тоже на нее в свое время потратил. И хотелось бы вам сказать следующее. Что любая игра, это, точнее, вот, любая зависимость от игры. А вы написали, что вы достаточно зависимы от нее. Так вот, любая зависимость от игры, это, по сути, бег. Бег от реальности. Бег от самого себя. По сути, это реализация того, что вы не можете реализовать в своей жизни. И давайте спросим себя, вот, что вы, что вы, по факту, получаете в игре такого, чего вы не можете получить в реальной жизни. Я думаю, что основным моментом, который привлекает вас в подобного рода играх, это момент мира. То есть, такое, вот, более упрощенное, более понятное миростроение, где есть достаточно четкие правила, где вы чувствуете себя более комфортно. Однако, в реальном мире, вы чувствуете себя несколько более ущемленно. И из-за этого вам и хочется, как бы, жить в мире игры, в мире игры, а не в реальном мире. Это нужно понимать. Это нужно ощущать. Это нужно четко отдавать себя, отчеркивать. И поэтому вопрос, который вам нужно либо задать себе, либо пронаботать со специалистом, будет такой. Чего вам не хватает в реальном мире по сравнению с миром игровым? И подумать, как этого добиться. Дальше. Дальше мне бы еще хотелось добавить вам, по поводу того, что вы говорите насчет веры. Видите ли, человек, любой человек, достигает высшей точки трансценденции. То есть, высшей точки бытия. Трансценденция – это когда человек достигает определенной вершины духовного развития. И если это духовное развитие отписывает применительно к материальному миру, то высшая точка трансценденции считается такой, когда человек действует только исходя из высшей цели и из высшей идеи. И в этом смысле высшая идея, высшая точка самосознания, высшая точка сознания является, ну, с точки зрения религии, богоподобной. Но на самом деле, конечно, это не так. Богоподобной ее называют только те, по сути, кто сами в бога верят. А вот кто в бога не верит, просто считает, что есть мир идей. То есть, понимаете, по сути, одно и то же, одни и те же явления, но рядными людьми, называются парадом. Например, люди верующие считают, что стоит мир богатственных сил. Люди не верующие считают, что их мир высших идей. Люди, которые являются сомневающимися, так называемыми, агностиками, они считают, что все нужно подвергать сомнению. И в этом контексте вам нужно также выбрать для себя, что вам наиболее подходящее. Что вам наиболее близко. Какая точка зрения вам наиболее близка. Дальше. Ага. Теперь, уважаемый никто инкогнитович, некто инкогнитович, вы пишете про, значит, вы пишете про то, что вы фетишист, а кто инфестит. И вы пишете об этом, вы говорите об этом. Я считаю своим долгом данный факт также несколько прокомментировать и сказать, что если вам это нравится, если вы получаете от этого удовольствие, если никто другой от этого не страдает, то ничего плохого действительно в том, что вы делаете нет. Другое дело, что будете ли вы по факту счастливым адресом. То есть, ну, хорошо, любите вы одевать женскую одежду, вы так ослабляетесь. И с точки зрения именно релаксации, это очень даже хорошо. Но другой вопрос заключается в том, что ведь полноценную семью, полноценные отношения с какой позицией, к сожалению, не построить. И тут уже я осуществляю вам вопрос. А вы хотели бы для себя семью, хотели бы вы полноценные отношения с той же девушкой и так далее? И если да, то тогда от этого придется отказаться. По крайней мере, нужно понять, что вас напрягает. Вот вы говорите, что вы так ослабляет. Хорошо, вы так ослабляет. Но если вы так ослабляете, значит, вас что-то напрягает. А раз вас что-то напрягает, нас нужно понять, что напрягает, И убрать причины этого напряжения И тогда вам не нужно будет расслабляться С помощью каких-либо средств Либо, если вы действительно нуждаетесь в определенном расслаблении То нужно найти другие средства Чтобы эти средства не отпугивали Например, ваших потенциальных партнеров в любовных отношениях Вот, в принципе, так можно ответить на ваш вопрос Ничего не класс к женской одежде Еще и потому, что По-моему, вы достигли определенных элементов зрелости в своей жизни И эти элементы зрелости уже не позволяют вам на данный момент Ну, испытывать ту же тягу, что и раньше Просто потому, что человек меняется Меняется его потребности, меняется его желание И вы сейчас уже Те же самые средства, которые действовали На вас, скажем, в 15 лет Они не подходят для вас к теперешнему Просто потому, что вы уже другой человек И желание у вас другой И надо понять, какие у вас желания Собственно говоря, это то, что можно назвать фундаментальным На свете существует очень много знаний Очень много точек зрений на одно и то На свете существует очень много вообще всего Другое дело, что нужно ориентироваться Не на то, что есть знания Не на то, чтобы охватить все эти знания А на то, чтобы использовать Использовать знания На определенные свои цели То есть сделать так, чтобы те знания Которые вы встречаете Были для вас всем-то полезны А для этого необходимо на самом деле Четко понимать Далеко не все знания следует, ну, как бы, принимать Следует впитывать Например, если вы человек неверующий То теология, то есть наука о божестве Вам не подходит Почему? Потому что вы в принципиальных вопросах Именно в вопросах, например, той же религии В этих вопросах вы не согласны И значит, вы подвергаете сомнению Саму основу теологии Саму основу теологического направления А значит, вам эти знания, вообще-то говоря, не нужны То же самое касается и всех остальных по сути знаний Если какие-то знания вам не подходят Вы в фундаментальных гипотезах с этими знаниями не согласны То значит, эти знания вам не нужны А вот если какие-то ваши желания, вы видите, раскрываются в определенных знаниях То эти знания как раз таки и нужно осваивать Осваивать более пристально, более внимательно, чем какие-либо другие То есть, понятно, это я надеюсь На свете существует очень много всяких точек зрения, наук и так далее Но человеком определяют, человеком движут не они Невозможные науки, а его потребности, мотивы и желания Так, например, человек, желающий работать с людьми И желающий помогать людям, выбирая для себя соответствующие знания Человек, желающий познавать мир Также выбирает для себя соответствующие знания То есть, все определяется здесь именно потребностями Именно потребностями определяется все, а не свободным выбором и свободным, так сказать, плаванием знаний Это, как раз таки, опасно Но в этом есть всегда страх, определенный страх и определенная вероятность того, что вы, ну, скажем так, себя потеряете И вот, чтобы вы себя не потеряли, нужно все-таки руководствоваться своими желаниями И поскольку желание осознать легче, чем, например, познать все, отмыслить все То нужно отталкиваться именно от того, что легче От того, что понятнее Чтобы постепенно превращать это в больную слость Вы еще такое впечатление, что хотите, не имея определенных базовых фундаментальных знаний, фундаментальных моментов Сразу познать какие-то тяжелые вещи, а достаточно сложно А так невозможно Нельзя перепрыгнуть определенную ступень, как в познании, так и в развитии, так и в становлении личности На этом все Надеюсь, что помог вам Я старался, надеюсь, что информация, которая прозвучала в этом ответе, вам поможет Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим Если у вас остались какие-то вопросы, если вы хотели бы поговорить, если бы вы хотели что-то прояснить, что-то выяснить Я с радостью отвечу вам на эти вопросы Пишите в личку, обращайтесь и так далее Пока желаю вам удачи, всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok